приветствуем вас дорогие друзья на нашем канале перед тем как начать хотелось бы попросить вас поставить лайк и подписаться на канал приятного просмотра стало известно о рабочей поездке президента украины владимира зеленского вместе с первой леди в великобританию это будет первый официальный визит зеленских страну туманного альбиона об этом передает политика точка нет со ссылкой на пресс-службу офиса президента отмечается что в рамках рабочей поездки запланированы переговоры главы государства с премьер-министром великобритании борисом джонсоном после которых состоится подписание украинско-британского соглашения о политическом сотрудничестве свободной торговли и стратегическом партнерстве кроме того предусмотрена аудиенция владимира зеленского и елены зеленской с герцогом и герцогиней кембриджскими принцем уильямом и кейт миддлтон публика в ожидании как первая леди украина сразиться с кейт своими нарядами также зеленские встретятся со спикером палаты общин парламента великобритании линдси гойлом лордом мэром лондонского сити уильямом расселом и посетят лондонскую фондовую биржу до этого напомним чита побывала с официальным визитом в австрии ранее мы сообщали одной из излюбленных тем британских сми связанной с королевской семьей является гардероб кейт миддлтон герцогини частенько ругают за слишком простоватый вид и дешевые наряды недавно супруга принца уильяма приняла участие в видеоконференции посвященной фотоконкурсу по поводу борьбы с китайским вирусом кадры были опубликованы в микроблоге герцогов кембриджских в instagram кейт предстала в платье грязно-зеленого оттенка в белый цветочек мировые интернет-издания обратили внимание что это оказалось дешевое платье от zara за 13 долларов при этом стоит отметить миддлтон все же выглядела очень стильно пока это самое бюджетное платье кейт шесть лет назад во время путешествия в австралию миддлтон надевала платье от хоп стоимостью 23 доллара и от zara 26 долларов гарри рассказал что до встречи с маркл просто не знала проблемах с которыми расовые меньшинства сталкиваются как великобритании так и во всем мире когда заходишь в магазин с детьми и видишь только белых кукол задумываешься странно почему здесь нет черной куклы задался вопросом он по словам принца это лишь один из примеров часто люди не осознают каково представителям расовых меньшинств оказаться в такой ситуации привычный для нас мир создан белыми для белых добавил он пара отметила что пока системный расизм существует а у людей с другим цветом кожи нет таких же прав как у белых меньшинства не смогут реализовать свой потенциал гарри добавил что в лондоне расизм все еще остается серьезной проблемой при том что это один из самых мультикультурных городов мира чтобы увидеть проблемы британской столицы добавил принц достаточно выйти на улицу и поговорить с жителями вместе с маркл они считают что сейчас самое время для перемен в великобритании страна должна побороть системный расизм уверены они я думаю что сейчас уникальный момент для этого как в британии так и во всем мире мы не должны упустить его никому до нас не удавалось это сделать считает принц в начале августа гарри уже высказывался на тему расизма тогда в разговоре с президентом организации call of change рошадом роббинсоном он сказал что каждый человек на планете должен начать бороться с расизмом принц также отметил что проблемы расизма велики и нужно бороться с ее кармана сериал стриминговой платформы нетфликс под названием корона был назван наступлением на британскую королевскую семью поэтому меган маркл принц гарри и другие представители членов этого семейства просто не могут не взглянуть на свою историю которая изображена в этом шоу об этом сообщили на геоньюз принц гарри с меган маркл предположительно являются большими поклонниками этого сериала исходя из биографии кэти никол под названием гарри жизнь потери и любовь в своей книге женщина описывала опытность меган в поварском деле и то что она любит готовить для гарри чтобы впоследствии остаться дома и смотреть фильмы или телешоу как корона на нетфликс евгения йоркская также просмотрела несколько эпизодов сериала и заявила о том что они сняты довольно красиво она рассказала об этом в интервью журналу hello музыка замечательная история красивая чувствуется собственная гордость наблюдая за происходящим я не могу говорить за всех но именно это я чувствовала при просмотре королева елизавета вторая тоже является поклонницей короны а вот принц филипп считает телешоу нелепым в последнее время меган маркл и принц гарри все чаще и чаще появляются на публике недавно они записали короткий ролик для американского тв во дворе своего дома он был приурочен к появлению герцогов в списке 100 самых влиятельных людей по версии тайм на этот раз пара решила провести онлайн-встречу с журналистами британской газеты ивнинг штандарт как сообщает издание герцоги сасекские говорили о политике и расизме гарри призвал завершить дискриминацию темнокожих в великобритании причем отметил что раньше этому вопросу не придавал особого значения мнение изменил конечно же благодаря супруги кроме этого речь зашла и о личном сасекске рассказали как им повезло с сыном арчи уже 16 месяцев и он постоянно чем-то занят чтобы родители не расслаблялись на днях стало известно что меган и гарри планируют встретить рождество в великобритании принц не хочет нарушать семейную традицию и надеется что пандемия снова не сыграет с ними злую шутку ранее он собирался поехать в лондон но мешал карантин вчера принц чарльз и герцогини камилла прибыли с официальным визитом в северную ирландию где у них было запланировано несколько обязательств одно из них посещение музея алстом юзием в белфасте и надо сказать кейт миддлтон и принцу ильям своим родным наверняка бы позавидовали дело в том что одним из экспонатов на выставке была деревянная реплика знаменитого железного трона из супер популярного сериала игра престолов и изготовили специально к вечеринке по случаю премьера последнего сезона ведь несколько сцен в проекте были сняты именно в северной ирландии если об отношении чарльза к сериалу ничего не известно то в том что кейт миддлтон и принцу ильям входят в число поклонников шоу сомневаться не приходится об этом рассказал сам герцог кембриджский еще в 2017 году в эфире радио 1 мы посмотрели сериал родина теперь мы его большие фанаты конечно мы смотрим игру престолов кто же ее не смотрит тогда же в 2017 в рамках тура в германию кейт и уильям встретились с томом влашиха исполнившим сериале роль екена хгара после том делился впечатлениями они сказали что очень любит наш сериал и не пропускают ни одного сезона они хотели выпадать у меня спойлеры но я сказал что не могу раскрывать сценарий я был удивлен что они находят время для такой длинной истории принц гарри и его супруга меган маркл захотели вернуться в великобританию такая идея возникла на фоне опасений за здоровье 99-летнего принца филиппа гарри и меган надеются что смогут приехать на рождество чтобы маленький арчи повидался с прадедушкой и прабабушкой королевой елизаветы второй об этом сообщил источник близкий к звездной семье существует много традиций связанных с празднованием его семьей и они оба действительно любили их когда-то из-за ковид-19 есть неопределенность но они надеются что смогут вернуться все вместе и провести праздник как семья сообщил источник в декабре прошлого года принц филипп был воспитализирован но к счастью все было благополучно и хотя об этом гарри и меган не говорят вслух но возраст принца и пандемия могут изменить рождественские традиции королевской семьи пишет экспресс к слову традиции собственной семьи меган не особо чтит она разорвала связи с родным отцом и его даже не было на ее свадьбе с гарри понятное дело сми тут же взялись за личную жизнь марку и актрисе это не понравилось пока что суды с изданиями заканчиваются не в пользу меган так она должна выплатить британскому изданию mail on sunday 228 тысяч долларов за издержки в суде таблоэд опубликовал ее письма отцу просмотра продолжаются судебные слушания по делу о публикации личного письма меган марку к отцу герцогини сасекская проиграла очередной раунд судебный тяжбы с британским таблоэдом mail on sunday судья рассматривающий дело меган марку против mail on sunday вынес во вторник 29 сентября решение в пользу издания благодаря книги обретения свободы которая вышла из печати в августе 2020 года напомним герцогиня сасекская подала в суд на издательский дом associated newspapers в октябре 2019 года после того как в воскресном приложении daily mail mail on sunday было опубликовано ее личное письмо к отцу томасу марклу она считает эту публикацию вмешательством в ее личную жизнь после выхода в свет биографии меган маркл и принца гарри обретение свободы associated newspapers приобщила к своим письменным свидетельствам утверждения что меган маркл сотрудничала с авторами книги с целью опубликовать свою версию событий этот факт стал решающим и перечеркнул ее претензии на неприкосновенность частной жизни делает вывод sky news адвокат меган маркл джастин рашбрук отрицает утверждение что герцогиня представляла информацию автором книги кэролин дюран и амиду скобье истец и ее муж не сотрудничали с авторами в работе над книгой они не записывали с ней интервью и они не предоставляли автором фотографии для книги сказал он судья франческа кэй постановила что associated newspapers может использовать книгу в качестве доказательства но заявила что представители меган маркл имеют право обжаловать ее решение в апелляционном суде кэй предупредила associated newspapers что доказательства построенные на содержание книги могут рухнуть если дело дойдет до суда и и и и и